Казахстан Казахстан Особенностью позиционирования нашей страны в данном торговом союзе является еще и тот фактор, что Казахстан на постоянной основе проводит работы по улучшению инвестиционного климата, находясь на 49-м месте в Ease of Doing Business 2013. Также Казахстан входит в десятку самых безопасных стран мира по защите инвесторов. Результатом работы по развитию экономики страны можно считать рост доходов населения, уровень которых приближается к показателям некоторых стран ЕС. Казахстан вошел в список стран с уровнем доходов на душу населения выше среднего, а это более 8000 долларов США. Благодаря усилиям правительства Республики Казахстан за последние годы существенно сократилась разница между притоком прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность и уровнем прямых иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность. На 2013 год запланировано завершение логистического проекта международного уровня автомобильного коридора «Западная Европа-Западный Китай». Проект обеспечит грузоперевозки по трем основным направлениям – Китай-Казахстан, Китай-Центральная Азия, Китай-Казахстан, Россия-Западная Европа. Казахстан – это девятое по величине государство в мире, земля которого таит огромные богатства и потенциальные открытия. В ее недрах обнаружено 99 химических элементов таблицы Менделеева. Разведываются 70, извлекаются и используются 60. Разработаны программы по глубинному бурению и открытию новых ресурсов. По добыче и запасам урана Казахстан занимает лидирующее место в мире, а запасов руды при нынешних темпах развития хватит на 400 лет. Главным приоритетом в развитии Казахстана был назван индустриальный сектор. В 2010 году запущена масштабная государственная программа по форсированному индустриальному инновационному развитию с целью диверсификации экономики страны. С момента начала реализации программы открыто и запущено более 400 заводов в приоритетных секторах экономики. Введены в действие химические, фармацевтические и биотехнологические комплексы. Запущены агропромышленные и машиностроительные производственные объекты. В программу инновационного развития Казахстана также входит создание 9 специальных экономических зон, региональных точек роста с особыми условиями для инвестиций. Специальная экономическая зона «Астана-Новый город», задача которой – развитие одной из самых быстро растущих столиц мира. Следующая зона расположена под городом Алматы – парк инновационных технологий. Ее цель – разработка и продвижение новых и зеленых технологий. Зона – национальный индустриальный нефтехимический технопарк – город Атырау. Основной целью данной СЭС является создание производств передовой нефтехимии и глубокой переработки нефтепродуктов. СЭС Бурабай – нацелена на развитие туризма. Это земля невероятных красот с редким целебным климатом и богатой минералами водой. Здесь созданы все условия для развития Центра международного экотуризма. В 2011 году открыты еще три специальные экономические зоны. СЭС Павлодар – специальная экономическая зона, нацеленная на развитие химической и нефтехимической промышленности в Павлодарской области. СЭС РРК – это кластер в Карагандинской области по производству строительных материалов, машиностроительной и химической продукции и развитию металлургической промышленности. Специальная экономическая зона – Харгос Восточные ворота. Это торгово-логистическая СЭС на границе с Китаем. Ее задача – стать крупным международным узлом приграничной торговли, а также запустить производство в приоритетных отраслях экономики. Все зоны работают по специальной налоговой программе, где корпоративный подоходный налог, имущественный налог, НДС по потребляемым СЭС-товарам, аренда земельных участков составляют 0%. Для управления специальными экономическими зонами привлекаются профессиональные управляющие компании международного уровня. Казахстан ведет постоянную работу над улучшением инвестиционного климата. Так, за последний год количество необходимых разрешительных документов было сокращено на 30%. Показатели защиты инвесторов улучшаются с каждым годом, совершенствуется налоговое законодательство. Также действует Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. Это совещательно-консультативный орган, созданный с целью решения проблемных вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью в стране и улучшением инвестиционного климата в республике. Введен в действие инвестиционный омбудсмен. Коллегиальный орган при премьер-министре Республики Казахстан, созданный для решения спорных вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью при участии зарубежных инвесторов. Программа электронного правительства также способствует улучшению ведения бизнеса. Электронное правительство – это единая система, объединяющая все государственные органы и позволяющая оказывать услуги населению в режиме онлайн. Благодаря этой программе можно получить лицензию, участвовать в государственных тендерах, а регистрация юридического лица занимает от 1 до 10 дней. Результатом этих усилий является постоянный рост привлекаемых инвестиций. Сумма валового притока иностранных прямых инвестиций с 1993 по 2011 год составила более 150 миллиардов долларов США. В республике работает порядка 15 тысяч компаний с участием иностранного капитала, включая компании, входящие в список Fortune 500 и Global 2000. Казахстан – это страна, где стабильная социально-политическая обстановка, выгодное географическое положение и богатые природные ресурсы способствуют долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству, где процветание не цель, а реальность. Инвестируйте в Казахстан!